Всем привет! Вы на канале CryptoMoney. И в этом видео я расскажу о новой перспективной блокчейн платформе LROUND. Это токен EGLD. Данный блокчейн сейчас активно развивается и, как по мне, в будущем вполне сможет конкурировать с эфиром. Я определенно буду набирать позицию по этой монете. Когда придет время, обязательно сделаю об этом видео. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить этот момент. Сначала я расскажу общую информацию о проекте, а после расскажу, как можно заработать на данной платформе, участвуя в лаунчпадах. Итак, LROUND – это высокомасштабируемая, быстрая и безопасная блокчейн-платформа, созданная для интернет-масштабирования. LROUND внедряет ряд инновационных технологий, позволяющих масштабировать публичные блокчейны до уровня конкурирующих с их централизованными аналогами. То есть главная фишка этого блокчейна – это масштабируемость сети, которая обеспечивается благодаря параллельной обработке транзакций. Безопасность обеспечена благодаря новому консенсусу под названием Secure Proof of Stake, то есть высокий уровень безопасности обеспечен за счет случайной выборки консенсусной группы и случайного перераспределения узлов в другие сегменты. Также LROUND удобен для разработчиков за счет специального механизма исполнения смарт-контрактов. Данный механизм позволяет разработчикам писать смарт-контракты на любом доступном им языке. Токен проекта EGLD используется как средство обмена между пользователями и разработчиками, а именно для оплаты комиссий за транзакции, вознаграждения валидаторов и стейкинга. Вы можете застейкить свои токены EGLD где-то под 15-19% годовых. В 2019 году в частном раунде инвестиций LROUND привлек около 2 миллионов долларов от Binance Labs, Electric Capital, NGC Partners и других. У платформы есть кошелек Mayar, который доступен в браузере и на смартфоне. Для создания кошелька в мобильном приложении потребуется номер телефона. Свой номер телефона в дальнейшем можно скрыть и использовать Herotex. Herotex – это специальные имена пользователей, поддерживаемые блокчейном LROUND через службу DNS, развернутую в сети LROUND. Пишите в комментариях, если хотите, чтобы я снял отдельный подробный ролик инструкцию по этому кошельку Mayar и по стейкингу EGLD. В кошельке Mayar сеть LROUND имеет минимальные комиссии, всего 0,001 доллара за транзакцию, связанные с платежами для обеспечения безопасности и скорости транзакций. В платформе есть свой мост из Ethereum в LROUND и обменник, где можно обменять другие криптовалюты на EGLD, добавить ликвидность и застейкать активы. Он как раз и находится на Mayar Exchange. Теперь о лаунчпадах. На данный момент на платформе было проведено 4 лаунчпада, и на некоторых из них можно было неплохо заработать. Сейчас на платформе проходит лаунчпад AshSwap, и на примере этого проекта я расскажу, как принимать участие в лаунчпад на платформе LROUND. Сразу оговорюсь, что в текущем лаунчпаде я не участвую, почему расскажу далее. Но я принимал участие в других нескольких и мне есть чем поделиться. Для участия в лаунчпад нужно купить и застейкать в кошельке Mayar токены EGLD. Сколько токенов нужно застейкать, зависит от того, сколько лотерейных билетов вы хотите получить. Это можно посмотреть в таблице. Каждый уровень имеет ограничения по количеству билетов, которые можно купить. Каждый билет будет стоить 50 долларов. Оплата в EGLD. Цена в EGLD будет определена до даты розыгрыша лотереи. Каждый выигрышный билет получит 625 AASH и 625 LKH. Стоимость за эти билеты будет списана в EGLD с вашего кошелька Mayar. Так что важно иметь токены EGLD в незастейканном виде для оплаты этой лотереи. Также нужно будет пройти KYC. Здесь сразу стоит оговориться, что для россиян теперь участие в лаунчпадах недоступны. Но можно сделать KYC на друга из другой страны или найти такого друга в интернете. Это вопрос, в принципе, несложно решить. Не выигравшие билеты смогут вернуть все средства, уплаченные за билеты после розыгрыша. Так что это беспроигрышная лотерея, вы ничем не рискуете. На сайте платформы можно посмотреть хронологию запуска проекта, где указаны все ключевые даты. Например, даты, когда будут проходить снапшоты баланса и отправка KYC. Важно также помнить о рисках. Риск такой, вы можете купить EGLD до проведения лаунчпад, получите прибыль, потом решите продать EGLD. Кстати, вывод из стейкинга занимает 10 дней. Но цена может быть уже ниже. Именно поэтому я не стал принимать участие в текущем сейле, так как рынок выглядит не очень. Но если вы холдер этих токенов, то участвовать определенно нужно. В прошлых лаунчпадах мне удавалось заработать и на цене EGLD. Так, например, до проведения лаунчпад HoloRide в начале ноября EGLD стоил примерно 270 долларов, а после завершения лаунчпад 395 долларов. Разница очень существенная. До лаунчпад Ethium EGLD стоил примерно 150 долларов, после проведения лаунчпад EGLD стоил примерно 200 долларов. Разница уже не такая большая, но тоже есть. А во время проведения лаунчпад Contino Royale, к сожалению, EGLD упал в цене. Но думаю, это было связано с общим падением рынка летом, так как летом обычно рынки все падают. Теперь я расскажу, сколько можно было заработать, участвуя в предыдущих лаунчпадах. Именно на самих лаунчпадах. Так, например, если бы вы участвовали и выиграли в лаунчпад Contino Royale, то смогли бы купить токен этой игры по 0.04 доллара. А в августе цена за токен этого проекта доходила до 0.15 доллара. Токен вырос почти в 4 раза. Один лотерейный билет имеет номинал 50 долларов. Тем самым с одного выигрышного билета вы бы были в плюсе примерно на 140 долларов. А до этого на платформе запускался проект ETHIUM, в лаунчпад которого можно было купить токен проекта по 0.04 доллара. А в апреле цена за токен доходила до 0.78 доллара. То есть токен вырос в 19,5 раз. И на этом лаунчпаде за один билет можно было заработать примерно 920 долларов. И еще один проект, который был самым первым запущенным на платформе, это Holowrite. В случае выигрышного лотереи лаунчпад можно было купить токен проекта по 0.04 доллара, а в декабре цена за токен доходила до 2.5 долларов. Тем самым токен вырос в цене в 62 раза. А это уже куда интереснее, чем проекты, про которые я ранее рассказывал. Так с одного билета можно было заработать порядка 3000 долларов. Но это происходило непосредственно в бычий рынок. И тогда все очень сильно росло. Сейчас же ситуация немного другая. И если мы можем рассчитывать, то на какие-то все-таки небольшие заработки. Но как только сменится настроение на рынке и снова в медведей сменят быки, то я практически уверен, что LRN снова будет проводить лаунчпады и они будут супер прибыльные. Поэтому стоит определенно за ним следить. Ну а у меня на этом пока все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в наш чат в Телеграме. Подписывайтесь на канал в Телеграме. Всем удачи, пока!